You ain't no artist, you's a buster, you's a fake, man, I was gonna give you credit on the next album! Mad Dog, как и все, родился и вырос в городе Лос-Антос, в премиальном районе Айдалвуд, а именно на блоках Кристал Гарденс. Жизнь была не сладкой, собственно, как и у всех в то время. Тогда уже молодой Дог начинал писать о том, что видит у себя на районе, о тяжелой жизни, бедности и наркотиках. Дог зачитывал только перед своими кентами с блока, о какой-то славе в то время он даже не задумывался. Но он чертовски верил в то, что нет ничего невозможного, и в этом его поддерживал его лучший друг Алан Кроуфорд. Но, хотите версии, хотите нет, разумеется, Догу выпадает шанс выступить публично на главном стадионе Лос-Антоса в качестве разогрева перед гонками. Тогда-то его и заметил музыкальный продюсер Джимми Сильверман, работающий в то время на Blasting Fall Records. Пригласив Дога к себе на прослушивание, парнишка показывает уровень. Разумеется, Сильвермана зацепила то, о чем читал Дог, и приглашает его с ним работать. Дог без капли сомнения соглашается работать и, как ни странно, делать своим менеджером своего лучшего друга Алана Кроуфорда. И они уже вместе начинают продвигать будущую рэп-звезду. В конце 80-х годов популярность обрушилась на Мэтт Дога. При этом у него не было ни одного своего сольного альбома. Благодаря своим лишь сольным трекам он заработал себе кэш на новый особняк на Вейнвуде. А в начале 90-х годов он все же выпускает свой дебютный альбом под названием Hustlin' Like Gangsters. Пародия которой является реальный альбом Levin' Клай и Хастер с выпущенным рэпером Доктор Дре. В этом же году он дропает альбом Steel Me, а также является пародией на OG Original Gangster от Ice-T. До событий в GTA San Andreas вместе с Blasting Fall Records в 1991 году он умудряется записать свой третий альбом, а также выпустить хитовую песню Dog's Beach вместе со своей подругой Рошель. Именно ее ножки и красуются на обложке альбома Legs. Но это все то, что происходило до событий сюжетной линии игры. В начале GTA San Andreas Dog по-прежнему остается популярным. Даже дошло до того, что он начал продвигать в массы свой собственный мерч. Кстати, его вы можете найти в магазине одежды Victim. Твои дела не могут идти в гору, если тобой занялся Карл, мать его Джонсон. По просьбе OG Lock'а Карл выполняет всю грязную работу, воруя ума Дога его книгу Рифм и убивая его друга детства по совместительству менеджера Алана Кроуфорда. Разумеется, после такого удара Дог погружается в депрессию, начинают употреблять наркотики, алкоголь, впоследствии отменяются все его концерты. А вместе с этим приходят еще больше проблем, огромные денежные долги, а также расторжение всех контрактов с другими исполнителями. Позднее в этом же году он обменивает свой особняк на наркотики у наркобароны из банды Лос-Антос-Вагас. Из-за всего, что на него взъелось, он напивается и тратит все свои деньги в казино, при этом пытается покончить с собой. И как вы думаете, кто его спасает? Да, тот самый Карл Джонсон, который и разрушил карьеру Дога. Но видимо в пьяном угаре и из-за прошедшего времени наш герой не узнает в своем спасителе старого врага и назначает Карла своим новым менеджером. После того, как Дог выходит из реабилитационного центра, наш новый менеджер восстанавливает все то, что когда-то разрушил. Возвращает Догу его особняк, дает люлей ОГ-Локу и возвращает украденную им же книгу Рифм и ее законному владельцу Мэтт Догу. Догу все же удается увековечить свое имя на Аллее Звезд в Лос-Антосе, а также получить статус Золотая Пластинка на альбоме Стил Мэтт. И на этом у меня все. Спасибо тебе большое за просмотр. Если тебе понравилось видео и ты хочешь видеть что-то подобное, то обязательно поставь лайк и подпишись на канал. А можешь еще комментик написать какой-нибудь. А еще колокольчик нажать, будь он проклят. Всем спасибо и услышимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok